Что же, всем доброго утра, уважаемые зрители, с вами Рохаб, с вами Мила и Марталиес, и мы начинаем свой день на Омега Лиге. Ну и, конечно же, Азия. Ну, естественно, у нас утро, и, конечно же, у нас, как обычно, намечается огромное количество матчей, ну, в смысле карт, матч это всегда два, потому что, так всегда бывает, особенно это в совокупности, когда я еще на утренний эфир прихожу, у нас прям стабильненько по шесть карт, поэтому готовьтесь, запасайтесь, доты будет много, да и Европа, естественно, не будет у нас обделена вниманием, у нас там тоже три серии. Вот у нас сетка, та самая сетка, за которой мы продолжаем следить, где уже, к сожалению, некоторые команды нас покинули. Reality Rift, например, проиграли Execration 0.2, для меня это неожиданный результат, честно скажу, я думал, Reality Rift поборются. Ихому Мортал обыгрывают команду Демонстр, которая иногда очень симпатично смотрелась, но самое главное, что две юго-восточно-азиатских команды уже в финале верхней сетки. Причем, вчера я так смотрел котировки, я видел, что команда Неон шла аутсайдером против Астер Ариас. Я не понял, по какой причине, я вообще Неон называл победителем турнира с самого начала, и сейчас эта команда, скорее всего, постарается взять реванш в 4-9-6 гейминг, я напомню, вторые выиграли в группе серию со счетом 2-1. И вот здесь Execration против Астер Ариас, Execration довольно странно как-то по турниру идут, то показывают очень хороший уровень, то абсолютно непонятные, посредственные какие-то драфты, то есть либо они экспериментируют и так в себе уверены, либо я даже не знаю, потому что, ну, какая-то команда настроения, что ли. Ну что же, и сегодняшний матч Астер Ариас против Execration, мы уже видим пикибаны, эти команды играли между собой 6 июня и 17 марта, ну, то есть достаточно давно, но два раза фаворитами и, соответственно, победителями были Execration, что очень необычно. Сейчас мы знаем, что Астер, в принципе, даже если посмотреть на группу, они занимают первое место в своей группе B, а вот Execration в своей группе на пятом месте. Я бы, конечно, не стал матч Мартовский вообще брать во внимание, там была допотопная какая-то мета. Да, статистика, это, конечно, дело интересное, но мы не знаем, в каких условиях они играли, тоже ведь два региона разных, плюс разные сервера наверняка и там были, ну, не ясно, может быть, на каком-то одном играли в сервере, может, там в Юго-Восточной Азии играли, а Астер Ариас были как гости, не помню этот турнир, и Астер Ариас в целом команда-то достаточно низкого уровня по меркам Китая, да, так скажем. И здесь то, что они выиграли группу, ничего удивительного, там группа, в принципе, слабая, китайская группа, там нет ни одной именитой команды, и то, что они там первое место заняли, тоже, наверное, не показатель, Execration. И здесь идут фаворитами, насколько мне известно, интересно будет понаблюдать, потому что очень драфты любопытные в самом начале, в том плане, что и Doom, и Magnus у нас доходят до первой стадии пиков, обоих, естественно, забирают, Рубик пикается против Magnus, а Астер Ариас очень мощно начинают, но Execration тоже драфт очень метовый, сильный. Ну и, конечно, очень важный момент, который стоит отметить, то, что команды из разных регионов, и у нас будут разные сервера. И на самом деле в этом плане фаворитом являются Астер Ариас, потому что первый сервер, на котором будет проходить вот конкретно эта карта, это Гон Донг, второй Сигна Пур, и, соответственно, третий Гон Донг опять. Получается, да, у Астер Ариас побольше шансов поиграть на своем сервере, для этого необходимо выигрывать обязательно первую карту. Что? Команда Execration, это же они, да, тогда играли с Керри Магнусом на второй карте? Да. Когда вообще не пикнули никого под него, мы все ждали милишного кора, как это обычно бывает, они не пикнули себе Керри и залили эту карту, причем так легко их выиграли там, ну, просто по драфту было видно, что шансов просто не будет. По тем пикам они очень долго доминировали в плане борсов, у них они не проигрывали, небольшое преимущество у них было, две-три тысячи, но когда дошло до лейта, соответственно, Спектра, я помню отлично эту карту, где Спектра ни разу не умерла, она поставила мировой рекорд, и Феникс умер только один раз и тоже поставил мировой рекорд, поэтому серия была очень запоминающаяся. Но серию вообще они выиграли, да? Да, ну, естественно, они здесь. Они выиграли, и они выиграли тоже с Магнусом, Магнус у них потом пошел мид, все было по-нормальному, уже по-стандартному, с кором и так далее, и вообще никаких проблем с победой на этой карте не было. Ну что ж, давай смотреть, что у нас. Ну, Банабака, стандартная история, ты уже отметил Дума и Магнуса, это очень интересно, кто же из них в итоге. Притем, мне кажется, что как раз Астры должны поставить Дума в мид, потому что что Магнус очень быстро формит благодаря Эмпауэру, что Дум благодаря Девауэру, и мне очень интересно, кто же все-таки в итоге друг друга переформит. Не думаю, кстати, что на 100% оба в мид отправятся, и другой герой в оффлейн, если что, ходят. Пока рано делать выводы. Меня, конечно, Бан вот этот поражает в первой стадии, Undying. Я понимаю, конечно, что герой там может быть неприятным для силовиков в первую очередь, а здесь уже их два. Но тот факт, что этот герой проигрывает очень много, да, и винрейт у него достаточно низкий, команду экзекрэйшн вообще не смущает. Но это точно не первый, не второй, даже не десятый выбор в любом драфте. Этот Undying несчастный, просто посредственный персонаж, к сожалению. Он неметовый, и все, кто пытаются с ним играть, зачастую потом жалеют, я уверен, об этом, потому что герой пользу приносит первые минут семь, наверное, а дальше просто пропадает от него импакт как таковой. Ну ладно, забанили и забанили, может, еще какие-то силовики появятся, да, например, под Магнуса. Ну, знаешь, вот если честно, я с тобой полностью согласна. Здесь даже тот момент, против кого вы не хотите играть, против Дума, либо против зомби. И я бы определенно выбрала Дума, который фармит быстро и может просто выключить любого абсолютно героя. Я, конечно, очень удивлена. Там вот ребята Вич-Доктора взяли. Я бы, наверное, больше против Вич-Доктора не хотел играть, чем против Ван Дайнга. Снизу, кстати, Феникс появился, и у нас сразу же начинаются перестановки. То есть это не сеппортовый на Майнсер Редж Спирит. Кто-то из этой троицы должен, соответственно, идти в офлейн. То есть делаем вывод о том, что Магнус, вероятнее всего, Медовый. Если, конечно, Экзекрейшн тоже внезапно не научились играть на Медовом Росперите, как это делает Япаж в составе команды Неон? Ну, вообще, у меня играли еще команды на Медовом Росперите, поэтому... В Азии? Здесь, на этой лиге? Скорее всего. Я вот не помню, только Неон три раза. Азия была, и вот Росперит он у меня точно еще раз был. Притом я помню этот момент, почему? Потому что я ждала от Неонов, а как раз я их комментировала, они не брали. Потом была другая... Интересно даже, кто это был. Я вообще в мире только три команды видел, которые его так использовали на высоком уровне. И, кажется, Вивер. Вивер весело. Вчера Вивер в Европе один был очень сильный, победил Спектру в Лейте. Там, опять же, играл Шачло на Слардаре и тоже там поставил практически мировой рекорд по КДА. Топ-2 он был с нулем смертей. Вообще, какая-то лига, где у нас уже несколько рекордов поставлено. Суммарно уже, наверное, 4-5 человек попали в топ-5 на разных героях по КДА именно. Так, ну Вивер так Вивер. Вивер в легкую линию против Феникса Ог. Контроль на него, в принципе, есть, Магнус и Эр Спирит. Вот именно. С одной стороны, он неплохо смотрится против Феникса, потому что разбивает яйцо. С другой стороны, и особенно сбрасывает темп лапсом. Но Магнус и Эр Спирит против него так-то хорошо работают. Любопытный баннер Эмбер Спирита. С одной стороны, неплох против тонких саппортов и Вивера. С другой стороны, абсолютно плохо против Дума. Плюс это, соответственно, Эмбер Спирит был бы первой позицией. И наверняка герои первой позиции есть и пострашнее, чем Эмбер Спирит. Любопытный банн, конечно, от Ариэс. В банн отправляется также Марс. Тоже герой был королем в прошлой мете. Начали пикать в самом начале этого патча. Кто-то еще продолжает про него вспоминать, но персонаж тоже очень мало выигрывает. Не Брюмастер, конечно, но где-то рядышком. Не умеют у нас, к сожалению, команды европейские, ну, как минимум в Дивайн-дивизионе играть на этом Марсе. Он постоянно становится бесполезным. Спустя 20 минут игры, когда не может фармить по-человечески. Ну, Марс так Марс, окей. Оффлейнера нужно было убирать. Не верят в то, что Дум пойдет в оффлейн. Астерариас по-прежнему могут его туда отправить. Надо просто подумать, кого в таком случае взять против Магнуса. Кто может его переехать там. Стэмпларка могла стоять хорошо, но не то чтобы прям уничтожает. Вайпер мог стоять хорошо, но тоже не уничтожает, так скажем, на 100%. И здесь появляется пак, и вот тут вопрос, медовый пак или нет. Пак неплох, против Веника, Респирита. Можно затыкать, можно быстро убивать, не давать лететь. Много сайленса на команду получается. Ну и давайте милишного кэрри, экзекрейшн. Это обязательно. Это прям must have. Причем кого угодно. Тролля можно брать смело, Свена можно брать смело. И сейчас было бы будет запахно, если они свою игру с играют и опять не возьмут. Да, будет любопытно. Я надеюсь, что они не повторят своих ошибок и просто возьмут сейчас сильного героя. Милишника, очевидно. Ладно, не обязательно милишника. Тут, конечно, есть еще варианты со всякими медузами, дроу рейнджер. Ну, то есть такие герои, которые просто бафнутся за счет урона. И все. Но фармить не станут быстрее, так скажем. Медузе, соответственно, не нужен никакой баф, потому что она сама обладает способностью бить несколько целей сразу. Дровка там тоже своим нюком фармит хоть стаки, хоть что угодно достаточно быстро. Но, но... Берите тролли, выигрывайте в доту. Ну, или вот так. Ох, Фантом Ассасиан. Да хороший ласт пик. Нормальный. Вич доктор Рубик умирает с двух ударов. Вивер, если получает контроль, тоже не жилец. В лейте у вивера конкретно шансов против Фантомки немного. Ну, то есть виверов, которые были вчера, например, да, который победил как раз у команды Эмпайр, а они переиграли Юник, что было достаточно удивительно, что 2-0 эта серия завершилась. Но таких виверов мы видим раз, я не знаю, карт за 20, которые прям вытаскивают, керируют ее. Но, опять же, там не только вивер был, там еще и Слардар очень сильно повлиял. Здесь вивер один, Магнус немножко другого формата героя, он не особо сильно там кого-то бафает. Не знаю, мне нравится пик, наверное, снизу побольше. Просто Фантом Ассасиан, Магнус сильнее, чем вивер, плюс все остальные. Вот так, я думаю. Но все может поменяться, плюс не забываем про сервер китайский на первой карте. То есть здесь у Астрарияс должно быть преимущество. Команда, не забываем, выиграла группу, прошла ее 5-0. Execration еле-еле там в группе сыграли и дальше почему-то начинает всех побеждать в плей-офф стадии. Может быть, набирают форму по ходу турнира. Такое тоже бывает. Вполне вероятно. Ну и, дорогие зрители, не забывайте нажимать на баннер по трансляции и получать 100% бонус к депозиту от PariMatch. Да, и мы сейчас пойдем смотреть. Я надеюсь, что у нас не будет проблем у ребят, которые играют на чужом сервере, как это зачастую бывает. Но никто не застрахован, как говорится. Ну знаешь, я, естественно, надеюсь, что умирает последний, но тут есть такая вероятность, что у нас кто-то будет. Легко, поэтому я говорю, запасайтесь там кофеечком или что вы любите пить по утрам и наслаждайтесь азиатской дотой сегодня. Ну, 5 карт я прям вижу 100% почему-то, неважно там в какой серии будет 3, может быть 6, но вот на 5 я настроен. Может быть 6. Легко, это ж как бы классика. Когда у нас было вообще, вот по-моему, не было… Был один день позавчера или когда там Даша работала? Когда меня не было. Да, да, да. И тебя не было. Там, где нас нет, как говорили некоторые классики. Понимаете, был день, вот я понимаю, что многие не поверят нам, но был день, где в Азии были 2 серии по 2-0. Да, было 2-0, 2-0, и потом первая серия в Европе тоже закончилась 2-0, и все посчитали, что это, наверное, тот самый идеальный день, когда все сложится, и 5 матчей мы 2-0 посмотрим, но… Но там все, потом пришла я, потом пришла я. Нет, ты вечером не работал или работал? Нет, это в тот день? Работал? Да, 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 когда пауза была. Может быть. Вот, вот это пришла я. А, да, 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 мы с пастом там сидели. Ну, да, дальше мы посмотрели уже много карт. Так, у нас, видимо, опять какие-то там проблемки у кого-то, игра не начинается. Кто бы мог подумать, что это будет какая-то проблема? Никто. Я лично вообще предположить не могла этой ситуации. Короче, сейчас все будет нормально, я в это верю. Жалко, конечно, сегодня не финал верхней сетки, я так хотел за Рубу посмотреть между Neon и 496 Gaming, может, они завтра играют, не смотрел расписание, потому что матч прям первый между ними, мы с тобой комментировали, нет, где они сыграли 2-1, может, не с тобой, но сам факт, что там такая серия была крутая, возможно, лучшая серия, в принципе, на этом турнире, потому что команды достаточно высокие, да, 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 конечно, в Азии 100%, команды достаточно высокий уровень показывают, опять же, относительно этого турнира, их групп, их регионов, потому что, к сожалению, общий уровень азиатского турнира, да, азиатского дивизиона, он, конечно, значительно ниже, чем там, я не говорю даже про Immortal, значительно ниже Дивайн, но если посмотреть на некоторых исполнителей, то есть те же ребята из команды Neon, например, легко бы сыграли в Дивайне европейском и не были бы там уутсайдерами, то есть эту команду я достаточно высоко котирую, если ничего сверхъестественного не происходит, если япажу не берут какую-то ересь в центр, на которую он, конечно, может затащить, но бывает так, что он просто заигрывается и закидывает, играет слишком там агрессивно, то, да, там команда, конечно, может, может показать что-то непонятное. Так, по линиям, я думаю, будет какой-то дефолт, да, вряд ли уж, у нас какие-то будут изменения, у нас пойдет Magnus в центр, Phantom Assasim в легкую и вот это вот все. Ну, нет, на самом деле интересно, что будет с Doom. А что с ним будет? Ну, пойдет Magnus в центр. Вот, вот это вот уже... Так это круто для него. Ну, для него и центр, и не центр, круто. Ну, давай так, Phantom Assasim против кого сложнее стоять, против Doom или против пака? Я думаю, против Doom. Им же нужно было еще и расставить линии таким образом, чтобы пак получал левел. Ну, это первый момент, а другой момент, кто быстрее фармит пак, либо Magnus. Так оба нафармят. Не-не-не, Doom'а надо было в оффлайн ставить, здесь вообще без вопросов. Здесь линия сильная, Рубик, Doom. Кто бы там ни пришел из саппортов, они его сжигают, а это... Ну, вообще, пак не успевает, это Magnus. Магнусом по фарму. Его задача не успеть за Магнусом по фарму. Никто не успевает за Магнусом по фарму, кроме Doom. Но Doom и с уффлайна также вынесет. Какая разница? Крипов-то он будет бить, а не Рубик. Не, здесь вообще вариантов как бы немного было. Паку нужно левел получить и подключаться. Doom, который подключается, это... Ну, Doom, который... Подключается гораздо реже, чем Пак. Ну, ладно, Рубик умер. И сейчас еще и Дума... И Пурера заберут. Хорошо, теперь на Дума. Неплохо. Сейчас вернется Рубик. И надо второй левел получить. Нажимать землю и сжигать этого Виномайсера. Паку главное получать левел. В дабле он получает левел в мид. Ну, не совсем так. То есть, ты же не отправляешь героя в мид, чтобы он просто левел получал. Когда у Магнуса в мид-гейме будет, не знаю, 4 слота, у Пака будет блинг и все. Это будет совсем... Хорошо, давай по-другому. Doom мешает Магнусу? Нет. Нет, Doom стоит очень хорошо против Магнуса. Он по натворцу с ним будет идти на равных. А во фронте он не будет идти с ним на равных? Вот тут непонятно. Не знаю, зачем. Потому что он же не один на один там будет стоять. Если, например, он смог загнобить Фантомку, а старт, мы видим, уже не самый лучший. Просто Пак мог бы также стоять против Фантома Сосин. Тогда бы Фантома Сосин на 100% была на фрифарме. Почему ты считаешь, что Пак вообще ничего ей не делает? Ну, то есть Doom должен делать, а Пак ей, получается, он просто стоит и смотрит, как она фармит, не понимаю? То, что он будет давать свои два нюка раз там в минуту низкого левла. То есть, а в миде это нормально, да? Против Фантома Сосин сразу будет. У нас, видимо, разное мнение вообще о полезности Пака в оффлейне и на миде. Нет, это очевидно, что Пак получит левел в миде быстрее и сможет по карте больше делать. Но такая же ситуация и с Doom. Doom тоже получит быстрее. Короче, я это вижу так. Вот эта расстановка принесет им вдвоем больше в среднем, чем если бы они поменялись местами. Ну, тут если они не загнобят на линии Фантомку, у них будет две линии проиграны. А так у них бы 100% Doom хорошо себя чувствовал. То есть, одна линия бы точно была выиграна. Какая? Ну, в миде. В миде Doom бы получил. А здесь, не знаю. Опять же, у нас разное видение, видимо, о том, что значит выигранная линия. Ладно, это можно вечно очень... Давай посмотрим просто потом на творче двух мидеров, и мы поймем. Так на творчество... Ладно, мило. Давай потом это лучше обсудим после игры, потому что этот спор у нас затянется, я думаю, минут на несколько еще, а три минуты уже позади. Есть же разница, почему же первая позиция, а вторая позиция. То есть, когда импакт по игре вы отдаете, допустим, больше фарма мидеру, чем хардлайнеру. На самом деле, да, давай смотреть, что у нас сделает Doom на сложной линии, и что сделает пак потом с мидом. Но я считаю, что Doom нужно было ставить в мид, и я считаю, что паком в такой ситуации... Мне вообще, в принципе, пак хардлайнера не нравится, но пак бы также стоял против фантомки. Тогда надо написать в твиттер команде Астерариус. Ну смотри, посмотри на фантомку, у нее 20 крипов. Делает ей что-то Doom на линии с 13? А пак бы что сделал, мил? Так подожди, ты говоришь, что Doom хорошо стоит. Он сам не страдает, он также будет выносить свой фарм. У них разница в 10 крипов. Допустим. Дальше что? Это много. То же самое... Ладно, я не буду продолжать этот спор, иначе я говорю, это затянется у нас минут на 10. Ничего страшного, сейчас ничего не происходит. Ну, произойдет, я думаю, в самое ближайшее время. Например, в мид выходит герой, контролит руну. Пак должен ее стараться забирать. Пак не идет за ней. Нападение сразу, так как ушел контролит. Ну, Doom землю не нажимает, окей. Не хочет убегать. Блопурш ничего не нажал вообще. Вообще ни одной кнопки, да. Ну, гель как раз на показ... А, я поняла. То есть, забавная история. Пока начало очень хорошее. У них Магнус на фрифарме. У них... Это еще Эрспирид у нас... Мы же с тобой не отметили этот момент. Коровый, да. Это Эрспирид третья позиция. И просто смотрим на его крепстат. На данный момент все три крепстата, они топовые. Ну, то есть, Эрспирид с Вивером на одном уровне находится. Что, кстати, интересно. То есть, даже на боте, где Вивер, это очень сильный вначале кор, который может там агрессивно играть и там подобно. Кстати, вот у нас уже нападение на Феникса. Феникс должен улетать. Но Вивер пытается его догнать. И, кстати, поступает абсолютно правильно. Да он на самом деле мог нанести урон этот Вивер сейчас. Он бы мог добежать первый раз до Феникса под шепучи. Нанести урон под Маледиктом и потом уже как-то воевать за руну. Этот Вивер пошел сразу же за руны. Странным таким путем. Феникс, очевидно, был фаворитом. Со своим дайвом, поэтому, не знаю. Можно было хотя бы попытаться убить Феникса. В итоге руну потеряли и героя не убили. Он мало того, что руну не забрал, он время потерял. А Виджи Доктор в это время погиб. Эрспирид получил соло фраг. Столько они сделали на линии сразу ошибок, которые, конечно же, нам уже показывают. Идворсы, мы видим, что первая там четверка. Понимаете, этот пак уже подбирается. Не так плохо. Но, тем не менее, все практически герои чувствуют себя покомфортнее. Я начинаю понимать, почему команда Экзекрэйшн здесь фаворитом выглядит изначально. Но они действительно пока получше немного действуют. То не доигрывает немного Астарарияс, то кнопки не нажимают в прямом смысле этого слова. Ну, это очень странно. Только, возможно, разного уровня команды. Так, здесь убивают. И подключение пака. На Фантом Асаси может не хватить его. Но подошел. Где нюки-то? Вот они пошли, наконец-то. Сайленс, орб. Потому что все как-то медленно. Почему он не запускает кулдаун сразу же на арбу, да? Чтобы потом еще раз запустить и, соответственно, нанести больше урона. Не доигрывает. Не доигрывает пак. Ну, хотя бы размен произошел. Хотя бы один фраг заработали. Ну, опять же, размен саппорта на саппорта. Перетяжка была изначально от пака. То есть он тоже дремкойл поражал. Хотя дремкойл не такой большой кулдаун. Магнус рп не использовал. Магнус пришел, он подфармил. Нужно возвращаться на свой законный мид. Четвертый левел у Дума. У него, как мы видим, надворс ниже, чем у Эрспирита. Это, на самом деле, очень весомый аргумент. Потому что Дум с Девауэром, он явно, даже если он стоит там не так хорошо, он должен по надворсу его отреживать. Девауэр первых двух левелов достаточно мало золота приносит. На пятом он может его вообще не вкачать. Это, на самом деле, заблуждение такое, что Дум с Девауэром прям очень быстро фармят. Прям очень быстро фармят он, начиная с 15 уровня. Очень часто не максит, естественно, Девауэр в принципе. Нападение на потомочку под милидиктом. Она поняла, что уже никуда не уходит. На самом деле, единственное, что странно было, что Веномансер остался драться до конца. Ему бы тоже отойти, так как все-таки фандомка уже умерла. Мы втроем перетянулись. А в это время отличный выход от Вивера, кстати. Видимо, Магнус либо задавил. По-моему, у него ультимейт не в кулдауне. Но перетяжка была хорошая. Хорошие фраги сейчас делают у нас ребята из Астер. По перемещениям перетянулась на топ. Смогли забрать потом Ассасин. Перетянулись в мид. Погибает Магнус. Жду более активной игры от Эрспирита. Потому что он как раз может себе позволить. Так как у него хороший уровень. Соответственно, топ с ХП все должно быть нормально. И какие-то от него нужны действия на команду. И вот как раз он перемещается на верхнюю линию. Прыгает потомочка на Дума. Вкатывается Эрспирит. Дума уже можно забыть. Рубик дерется с Веномансером. Теперь ему нужно и на него переместиться. В принципе, просто его так же убить, как и Дума. Ну, наконец-то Эрспирит еще развлекается с Вич Доктором. Как вы понимаете, с ним он справляется без особых проблем. И в итоге это минус 3 от одного перемещения Эрспирита. Очень хорошо все сделал. Это был ожидаемый такой, на самом деле, от него мув, что он должен начать перемещаться по карте. И он переместился и переместился максимально удачно. 7-3. Неплохо. Без пака небоеспособный сейчас Радиант вообще. Я там увидел, что собирается покупать себе виру. Я надеюсь, он передумает. Потому что он поставил себе урну. Да, там передумал вивер. У него была урна изначально. Тут передумал, собирается покупать себе молнии. Опять же, скорость фарма. Какой-никакой ДПС. Там молнии эти могут летать хорошенько. Фантом Ассасин погибает. Надо размениваться Эрспиритом. Вполне может. Да, Вич Доктора забирают. Ну, такой себе в итоге размен получился. Я вообще не поняла, зачем здесь фантомка изначально оказалась. Видимо, через РП хотели убить и пака. Что-то в этом духе. Но у нас на топе еще за Виномансером идет... Третья земля. Чем она хороша, она позволяет людей убивать. Но сейчас Дум застрял. Он просто застрял в крипах. Из-за этого Виномансер не получил... Как же? Змейка, змейка. Ну, Виномансеру уж не стоит слишком боковать. Если у него никаких Транпилов и Регена нет. У нас Баунти Руны. Эрспирит забирает одну, скорее всего, забирает. Вообще, возможно, 4 Баунти Руны заберут в итоге. Пак идет за Баунти. Под Инвизом. Не находит Баунти. Расстроился. И думает, кого же мне за это наказать. А здесь Эрспирит. У него Ultimate через секунду будет. Но Doom нужно сдать. Замечательно. И нужна помощь от Виномансера, чтобы он просто гель... Не помощник. На самом деле, Виномансера тоже может сжигать. Дрим Койла нет. Виномансера первым убьют. За Эрспирит там бежать уже нет смысла. Потому что Пак в это время был без ультимейта. И дума накажут, скорее всего, втроем. Ну, конечно. Закончился и надо убивать. Да, есть фраг. Хорошо. Ну, знаешь, Виномансера в итоге на Doom разменяли. Doom потратили. Я думаю, что они должны быть довольны. Фантомочка отправляется подфармливать стаки Эншентов. Ага, скан. Вивер здесь рядышком находится. Вместе с Вич Доктором. Отправлять. Ага, и Фантомка должна уходить. Плохо. Сами они стаки не способны сейчас зафармить. У них. Но они знают хотя бы, что они есть, эти стаки. Соответственно, надо контролировать. Там слишком много золота. И Фантом Ассасин зафармит это под Магнусом. Надо сюда как-то паку стягиваться. Может быть, с паком получится убить. Они просто должны сейчас отдэхать Фантомку. Они должны отдэхать эти стаки. И в миде на бот перетянулся, что они сделали. Девятый уровень Фантомка. Девятый уровень Пак. Ну, Фантомка хороший уровень. И она фармит под бафом опять. Перетяжка вроде есть, но они не успевают уже. Опять же, на Фантомку. Ну, посмотри, как она грамотно все чувствует. То есть она сразу отходит. Сюда приходит Феникс. Прыгает. Сайланс у нас и Дримкоил. По двоим подцепили. Вкатывается Аэр Спирит. Яйцо от Феникса. Замечательное, кстати, яйцо. Пака просто стирает. Камень по двоим попадает. Ну, это сразу минус Виджи Доктора. А теперь переключаемся на Вивера. И у Вивера уже нет ультимейта. Поэтому Вивер отсюда, ну, не должен, на самом деле, уходить. Если Распирит за ним погонится. А, он погонится. Сайланс и камень. Минус три. Вот вроде бы хорошо все делали Астер. Они пошли в Смоках для того, чтобы помешать Фантомке зафармить этих Эншотов. Но Фантомка, она очень вовремя постоянно отходила. Вот предыдущий их заход, этот заход. Она отходит, время подтянуться к команде. Феникс приходит, впитывает в себя Дрим Койл, там, Пака Сайланс. И потом просто ставит Супернову. Которую в итоге и не разбили. Они забирают трех героев. Притом, очень важно, что погибает и Пак, и Вивер. То есть, именно два Кора. Забирают Тавр на боте. Просто теперь дальше, не знаю, фармить. Ждать кулдауна ультимейтов. Но также, дорогие зрители, не забывайте, пожалуйста, про баннер по трансляции, где париматч предлагает вам бонус 100% к депозитам. В самом начале турнира, когда мы сели комментировать с адекватом самую-самую первую серию, мы сказали, что азиатская группа будет сильнее. Но такое чувство, что между ними пропасть сейчас. Я смотрю, как играют не он, 4-9-6 гейминг. Я смотрю, как играет первая команда Китая. Китайской группы против одной из худших команд группы азиатской. И я вижу, что ничего они показать не могут. Что в плане драфтов, что в плане игры. Вот этот момент снизу, нападение на Феникса. Два героя бьют, а Вичдоктор и Рубик ноль кнопок нажимают. Они просто стоят, не знаю, на рейнже 1000, смотрят на это все. Убивают сначала двоих, добирают еще одного персонажа. Ну, реально, тут такое чувство, что топ-3 заберут просто команды из Азии такими темпами. Это у нас, кстати, ни одного РП за карту не было. Пока не надо, получается. И так хватает 3000. И перспективы в лейте такие, конечно, плохие у Радиант. Просто Фантом Ассасин под Магнусом и там Вивер. Ну, вот как это ставить на чашу весов? Сколько еще надо героев к Виверу поместить на его сторону, для того, чтобы сравняться с тем, что есть справа? Сильнейший масс ультимейт. Это мало того, что масс файт сумасшедший, так там еще и Фантом Ассасин будет соло-таргет рубить. Слева два тоненьких саппорта и Вивер. И мне очень нравится, на самом деле, Магнус и Феникс вместе, потому что Феникс очень часто идет вперед, он ставит свою Супернову, ее пытаются разбить в несколько героев, и это дает возможность Магнусу очень круто реализовать РП. Он как раз и помешает Супернову разбить. РП плюс Пойзон от Виномансера плюс Эрспирит со своим ультимейтом. Представь, сколько урона они способны нанести. Урона очень круто. Даже без Магнуса и Фантомки. Просто Феникс, Виномансер, Эрспирит. Три дота повесили, три ультимейта кинули, и все. И все горят, травятся. И у нас еще Дум. Нападение на него. Дум Эрспирит-то хорошо, только в чем смысл? Команды-то не было. У кулдаун тимейта, это при том у Дума достаточно большой кулдаун. У меня нет объяснения этому. Это плохой мув сейчас был. Это мне напоминает Фениксов, которые ставят Супернову против трех героев. Опять же, в чистом поле. Здесь была аналогичная ситуация. Дум просто выкинул свой ультимейт. Мы ждем, когда у него через 2,5 минуты появится следующий. Такую важную способность он запускает в никуда просто. Ну, теперь просто райденты не смогут драться 2 минуты. Вообще никак. Ну, Эрспирит-то еще в виде замечательного врыва от него на пака. Пак, возможно, кстати... Нет, нет, его там не отпустят. Мы с тобой вначале столько обсуждали расстановку. Сейчас возникает ощущение, что как бы они не поставили ничем, не поменялось. В этом я с тобой согласна. Вот то, что сейчас происходит на карте, здесь бы как бы не поставили линии Астер. Я думаю, что тут как раз дело не в линиях. Очевидно. Тут глаз команд просто разный. Вот такое ощущение возникает. Ну, я в шоке. Это чужой сервер, я напоминаю. Простите, это очень плохо. Ну, то есть, ты понимаешь, это они на астеровском серии играют? Это как вообще? Не знаю, не знаю. Где крайне просто сильнее. Ну, при том, кстати, они играют такими персонажами. Ну, ребята, это тоже очень важно. Air Spirit на этом герое очень сложно играть с пингом, потому что тебе вкатываться постоянно там и так далее. Камни, это не так, это просто Магнус. На Магнусе, да, можно не показывать. Это тоже как бы... Ну, может, у них, кстати, нормально все с пингом? Ну, мы же не знаем. Мы просто предполагаем, что на чужом сервере плохо все. Но, наверное, под сотку, если или даже чуть больше сотки, играбельно более-менее. Нет, 200, и уж тем более какие-нибудь потери пакетов, как, например, у Киевана постоянно. Ну, что, не говори. Так, Air Spirit здесь хорошо подловили. Молодцы, сделали дело. Феникс идет дальше. Doom ultimate через 30 секунд. Viewer уже здесь. Фениксу нужно быть покороким. Фантомочка уже одного подрезала. Так, теперь на Феникса. Феникс замечательно. Супернова помешает разбить Супернова. А где же Магнус? Нет его. Пак, Dream Coil на Фантомку. Теперь на Фантомку переключаться. А без Магнуса очень сложно, на самом деле. Они сейчас немного тут подфидонили. Поверили слишком сильно в себя. Как раз без Магнуса. Вот в этот момент должен был ворваться Магнус. И закрыть Рубика и Вивера, чтобы они просто не били. Ну, у Магнуса, кстати, был телепорт, был блинк. Но РП у него не было. Поэтому, к сожалению, решил, видимо, не делать телепорт. Отдали. Дают шансы сейчас. Дают шансы. Немного отыграли сейчас Астарарис. Ну, совсем немного. То есть, это пока рано о чем-то вообще говорить, что какой-то камбэк нарисовался тут ведь еще. И в будущее нужно смотреть, где Фантом Ассасин по-прежнему под Магнусом фармит быстрее Вивера в полтора раза. Что не выбери себе в билде для Вивера, ты все равно с Фантомкой под Магнусом не можешь сравниться по фарму. Ноль шансов. Если они просто фармят лес, например, да, каждый из них. Ну, то есть, вот как раз смотри. То есть, Вивер и Фантомка, они не сравниваются по фарму. Мы дальше смотрим на вторую позицию Вивера, которая тоже должен наносить им баг. Это Магнус и баг. И они тоже не сравняются по фарму. Третья позиция как раз кое-как может сравниться по фарму, но даже не кое-как Дум должен глибинировать. Я как раз ушел на третий. И вот так оно, в принципе, и есть. Он опережает Расперита на тысячу, но не сказать, что, честно говоря, импакт от Дума на данный момент такой, как вот Расперита. Я даже сказала, что Расперит намного больше сделал. Камни у него были хорошие. Дум пока фидонил, и ультимати не лучше давал. Просто заходит на Рошана, спокойно его забирают. Теперь ждем от Фантомки Блокенбар. Ну, еще, кстати, достаточно долго стоит отметить, ждать этот Блокенбар. Магнус теперь стаки фармит. Сколько они стаков-то там сделали? Именно Эншентов. Наверное, уже штук шесть было. А плюс наверняка какие-то еще мелкие стаки были. Таким образом, под Магнусом, что он зафармил, да, сам под своим бафом, что Фантом Ассасин зафармил. Прилично, прилично золото зарабатывают. Попытка здесь запушитый один снизу. Вообще могут, если не будет какой-то перетяжки в защите. И сейчас имеется Оегис. Так, у нас прыгают на Рспирито. Сразу же, мгновенно РП, но Рубик, Рубик ворует. И РП пошло по Магнусу. Феникс подкил имеется по Рспирито. Рспирито все равно отверг, отваливается. Дума у нас потратили по Магнусу. Можно и его забрать. Размен 2 в 2. Не хватило как раз Фантомочки. Фантомочка, правда, сейчас идет за Думом. Думу ее подстанил. Ну, под землей Фантомка. Блинк-аут от нее. Феникс ничем помочь не может. Ну, честно говоря, размен так себе в итоге. Для кого, опять же? Ну, для Рэддиант. Это, разумеется, хорошее размен. Ну, по золоту, да, пожалуй. Там просто, видишь, Фантом Ассасин собирает сливки. И в этом большой-большой плюс. Фантом Ассасин продолжает отрываться от Вивера. Плюс Аегис сохранен. Сейчас купит себе БКБ. Дальше вообще не будет никого бояться. Дум трачет Фантом Ассасин. Такая себе идея. Она, конечно, не может на тебя прыгать, но она по-прежнему очень сильно бьет. И там уж контроль ей как-то тиммейт обеспечит. Так что, я думаю, было бы неплохо еще раз навязать драку команде Execration. Они могут себе это позволить. Сейчас нет Дума. Без РП могут справиться. Виномайнера нет в деле пока. Феникса нет в деле. Ну, то есть, ультимейт они не прожимают. Там РП через минуту у Рубика. Молодец. Кстати, Рубик своровал. Там четко Магнуса спустил с хайграунда. Вот это было прям круто. Но Магнус в каждой абсолютно ситуации надо успевать давать любую кнопку. Хотя бы шиквейв. Обычно он всегда есть, когда ты врываешься. Хотя обычно Рубики поднимают для начала, да, потом воруют способность. Тут и тот, и другой могут как-то сыграть быстрее. Тут уж такие игры, где непонятно, кто выйдет победителем. Своруют, Рубик не своруют. Успеет Магнус не успеет. У Магнуса, кстати, уже скоро должно быть РП. Как я понимаю, примерно, там, не знаю, секунд 20 осталось, может, даже меньше. И, да. И можно будет попробовать с Аегисом строить какой-то файт. Потому что у Дума примерно, там, 30 секунд ультимейта. Если как-то агрессивно сыграть, быстренько забрать там Рубика с Доктора, у них для этого все возможности имеются. Теперь прожимают Смок. В МИДе у нас находятся ПАК и Рубик. Там как раз сейчас кому-то придется выйти в МИД и отпушить вот эту пачку. И выходит ПАК. Потратил Арбо, потратил... Ага, и вот сейчас можно запрыгнуть было бы. Но теперь... Да, они лезут. Теперь уже опасно. Экзекрейшн. А вот это что такое? Ну, они промахнулись фалами. Да даже если бы попали. Но там так много людей. Посмотри, где вся остальная команда. Они гангают и никого не находят. Жесть какая. Ну, куда вдвоем? Я понимаю, Егис разменять и все такое. Но 2-3 условно, в 4. Они не знают, сколько людей может оказаться на базе. Там всегда телепорт можно сделать. Такие дайвы, конечно, под Т3. Звучит как что-то очень бесполезное. Хотели реализовать Егис? Хотели... Нет, если бы ПАК убили, у Фантомки было бы БКБ, она бы потом просто тут ушла. Если бы они даже еще кого-то подцепили. Но Магнется не хватило. Они пытались подцепить, не дать возможность. Вот как раз на топе были 3 героя. Сделать телепорты на базу. Может быть, что-то и вышло. Ну, такой, в любом случае, это был рискованный мув. Вот тут, очевидно. Риск не оправдался. Шалость не удалась. Вивера есть МКБ. Это здорово очень против Фантом Ассасин. Фантомочке нужно уже подумать про контроль. Обвизал против Вивера. Это очень хорошая вещь. Как раз Фантом Ассасин себе собирает его. Миномансер расставляет змейки. Имеется Вижен у Радиант здесь, возле руны. У Дума появляется Блэкин Бар. Сильно. Но он по-прежнему может РП поймать. Фантом Ассасин по-прежнему может его убить. Главное, чтобы экзекрэйшн не дайвили. Просто не фидили. На ровном месте они... Они в любом случае перефармливают. Конечно, конечно. Они фармят побыстрее. У них 2 героя там безумно богатые. Феникс в Нетворс набирает. Виномансер в Нетворс набирает. Да, относительно, опять же, своих конкурентов по позиции. Поэтому сейчас надо провести экзекрэйшн драку хорошую. То же самое надо сделать и Астерарис, который выходит от смока. В идеале затыкать, наверное, либо Эрспирита, либо Магнуса. В идеале вообще Магнуса без РП. Вот тут даже непонятно. Но в любом случае и тот, и тот вариант... Магнус просто через БКБ работает, видишь. БКБ уже появляется у Райдяндер. То есть если Эрспирит влетанет, то условный думок его не испугается. Как минимум. И Вивер тоже, да, БКБ покупает. Все правильно. Все правильно, БКБ. То, что нужно. Не забывайте, конечно, про стопроцентный бонус к депозиту от прематч. Ссылочка по трансляциям. И... По топу идут сейчас Дайер. Идут ломать Т2-вышку. Это последняя, да, уже. Да, последняя Т2-вышка. Ну, кстати, могут быстро снести. Дальше останется только хайграунд. И у нас начинается вот эта классическая игра. Классическая игра от Рошана к Рошану, да? Да. Кстати, забавно, Магнус хочет тебя писать, купить. Так, встречает Эрспирита. Рядом находится Фантомочка. Преследует его. Но... Тут уже вся команда Астер. Паша приобретает Фантомка. Так, и нападение у нас. Эрспирит под Бладмейлом. Под хилл от Феникса. Стан от Дума. Нужно сразу же забирать Эрспирита. Эрспирита забирают. Дум был потрачен на Магнуса. Магнуса поднимают и фокусят. Фантом Астасин попробовали. Да, там потратили Дум в Магнуса. Магнус в итоге сейчас переждет Думу. Можно будет самим напасть, но уже без Эрспирита. Интересно так получилось. Так, у нас цепляют Ливера. Нашли Ливера. И супернова. Новая РП. Все тратить на Ливера, надо убивать. Ну бей. Нет, не было Сентри. Вот сейчас поставили. Не было Сентри. Как только поставили, она начала бить. Показалось сначала, что знаешь, он остановился и не заметил. Ладно, убили Вивера. Ну в итоге Вивера на Эрспирита и минус Думу Дума. Ну, в принципе неплохо для Дайер. Да конечно, конечно. Они убили Вивера, это самое главное. Фантом Астасин продолжает фармить в этот момент. То, что Эрспирита потеряли ничего страшного. Здесь Эрспирит тоже уже потихоньку превращается в третьего саппорта, такого просто побогаче. Он будет давать свои косты, он будет покупать какие-то предметы на команду. Но главные плеймейкеры, это конечно Фантом Астасин плюс Магнус. У Фантом Астасин далее будет Эбисал Блейд. Башер уже есть. Приятно, конечно, когда не надо какой-то БФ покупать. Ты просто покупаешь себе все слоты для того, чтобы наносить урон. Просто урон в одну цель, жить и дизейблик. Все, дальше после Эбисал Блейд опять же появляется артефакт какой-то на дэмэдж. МКБ, например, и что-то еще. Для Фантомки Майнбрейкер, кстати, тоже отличная вещь. Да, вполне. А, Виджи Доктор до сих пор без слота. Магнус Башер. То есть будет два Висала в теории. Ну и даже не в теории, на самом деле, так и будет. Спайдер Лэк, кстати, для Расперида тоже хорошая вещь. КБ Вивер еще не купил себя. Ну, очень, наверное, фармин в итоге. То есть он никак не успевает за Фантомкой. Он и так бы не успевал за Фантомкой, скорее всего. А если учесть, что Фантомка под Магнусом, тут ему нужно именно очень много фрагов сделать и просто суперактивно играть, чтобы как-то ее догнать. Пока этого сделать не получается. У нас находят Видж Доктора, Видж Доктора убивают. Это за РП, что ли, его убили? На Видж Доктора РП даже как-то жалко тратить. Нет, подождите, я не поняла. Ну, вижу, кулдаун до сих пор, думаю. Либо это с предыдущего еще у Магнусу. Может, потратили. Нет, нет, все, отхватился. Катился нормально. Я просто думаю, вот-вот он должен, уже откатился. Думаю, я бы уже еще раз потратил. Ну ладно. Суть в том, что Видж Доктора убили, не особо интересно. Просто, а, вот Рубика подцепили, подцепили. Сбить телепорт? Нет. Нечем. Не сбили телепорт. Интересная сборка у Магнуса. Он не бафает команду. Ну, то есть, Кирасу не покупает. Кираса хорошо смотрится под Фантом Ассасин. Против, опять же, Вивера классно. Ну, значит, наверное, позже ее купят. Потому что, в любом случае, Эбисал Блейд, это тоже тир-1 артефакт. Это контроль дополнительный на Вивера, на Дума, на кого угодно. На пака тоже. Тем более, пак, он очень по ХП, в принципе, по армору у него не так все хорошо. И за Эбисал его реально убивать. Быстро. И вот, у Фантомки Эбисал появляется Расперед нападение на Вивера. Как же ему больно, если это будет соло-фраг. А это будет соло-фраг. Он убивает Вивера, который без байбэков. Бак погиб. Бэкапэк, где-то забирают еще пака. Расперед отсюда спокойно уходит. Перетянулись и нужны телепорты. А сюда также прилетает Магнус. Магнус, если подцепит еще кого-то, он выбирает не совсем тот пульс, чтобы кого-то подцепить. Неужели там у нас уже Рошан готов? Да, Рошан готов. Фантомочка уже на Рошане. С Апиесалом, с Дезолятором, с ВКБшком, с Феррифайр. Все, что нужно у нее. Ну и с Таней собирают, что тоже, кстати, очень здорово. Рошан быстро упадет? Просто идеальный билд на Фантомку с Магнусом. Единственное, чего я не вижу в команде для Фантомки, это... Владмирс? Да, абсолютно верно. Потому что он, правда, очень бафает Фантомку, так как ты с крита в себе отхиливаешь просто невероятное количество ХП. И вот этого артефакта очень не хватает. Видимо, Виномансер, он не любит такие артефакты собирать. Он любит что-то там, Юлы. А здесь он еще и как Саппорт. Я думаю, что у него Спирит Весел. Вот нам как раз показывают гем. И пока вот почему-то сам Владмирс он особо думает. Так, а у нас Дума. Две сто вылетает. Крит Дума просто с Дабл Демнер. 760 золота Фантомочка себе такая оформила. Говорит, я, в принципе, не против. Спасибо за денежку. Талант на армор дополнительный. Да-да-да. И еще вот как раз показывают нам, какие я таланты взяла. И видишь, она не берет себе лайфстилы. Она берет именно потом страйк дальность. Сейчас все этот талант берут. Лайфстил, он зачастую не нужен, потому что это все компенсируется сатаником, который всегда покупается на Фантом Ассасе. Иногда играют игры с Владмирсом на команду. Очередной фраг, там, Томас Ассен под... Да, она просто убила. Она просто прыгнула, убила. Прожала, правда, БКБ на саппорта. Но, опять же, не критично. То есть его сейчас нужно добить. У нее имеется Аегис. Она даже может пожертвовать этим Аегисом, чтобы забрать. Она запрыгивает. Распирит. Его поднимают. Он под Маледиктом. Имеется БКБ. Забираем Вич-доктора. Вич-доктор пытался поражать. Понял, что не очень хорошая идея. Так, в принципе, ВД мы здесь потеряли. И отходим. Забрали саппорта одного. Забрали саппорта второго. Забрали тавр. Выглядит все очень просто. Вначале какие-то мелкие ошибки были. Вич-доктору приходится за Байбэ. Кажется, преимущество. 21 тысяча. Не потеряла фантомочка. Даже Аегис. У нее описывал не фулдауни. Поэтому, как только кто-то ошибется из саппортов, и подойдет дальше, чем нужно. Ага. Но, кстати, вот сейчас она могла. Затург одна пака. Но из-за того, что отсутствовало БКБ, отсутствие БКБ, она все-таки немного побоялась. А вот сейчас есть. И пошла драться. У нас пак на фантомку. Выбить. Выбить Аегис. Нужно как можно быстрее. Не выбивается Аегис. А вот выбивается Дум. Байбэк от Дума должен быть уже прямо сейчас. Но нет. Если на вторую линию пойдут, то нужен Байбэк. Если нет, то можно как-то переждать. Фантома Ассасин прыгает с Аегисом. Теряет его очень быстро. Сейчас появится. Дум выкупился. И надо как-то здесь что-то придумывать. БКБ добрать и убивать. У нее БКБ. Дум погибает после Байбэка. Теперь можно на Вич-Доктора, который тоже без Байбэка. И просто отогнать всех. Теперь они в 3-4. На Мансар, правда, покоцаны. Рубик украл. Добили все-таки Расперета. Машка отойти. Дождаться, наверное, тиммейтов. Хотя все равно обидно. Дум и Вич-Доктор в таверне. Йол. Вивер на месте. Абисал у Фантомочки. Не в кулдау, не в кулдау. Было что-то интересно. Именно Фантомка. Потому что, ага, вот у нее сейчас Абисал есть. Но они предпочли немного дойти. Хотя можно сейчас на разворотике, да? Аккуратненько. Нет. Ну так, просто постоять на линии, подождать своих тиммейтов. Там как раз у нас будет очередная драка полноценная 5 на 5. Все появятся. Если, конечно, кто-то сейчас не загуляет, как Вивер выходит. Там уже с байбеками совсем будет грустно. То есть не у Вивера не будет байбеков. Там байбеки вообще не будут. Маска готова прыгать. Вот так, вот так. С Абисалом крит нужен, нужен крит. Вот он крит. Вот он, как раз без байбека у нас Вивер, Фантомочка, Годлайк. Теперь замедление по паку, паку. Дайте уйти с помощью телепорта ваших с первого удара. Пак отправляется в таверну без байбека. Можно писать ГГ на самом деле, потому что... ГГ? Ну, так они и поступают. Абсолютно правильное решение. Ну, могу сказать только вау. Либо это серьезно, настолько большая разница между группами. Между группами. Первое ощущение такое, да. После первых 10-15 минут игры. Во-первых, на драфтеле очень здорово. Герои как-то вместе сочетаются, да, комбинации. Массовые ультимейты, метовые персонажи. Просто закрепили это все под Магнус и Фантом Ассасин. Вместо нее мог появиться кто угодно. Там любой милишник метовый, да, хоть Свен, хоть кто. Взяли Фантом Ассасин, получилось. А рейдинг, к сожалению... Мало того, что на драфтеле достаточно средне. Там расстановки мы изначально обсудили, но они бы реально ни на что не повлияли с такой игрой. Астарарес просто либо слабее, либо они сейчас каким-то чудом начнут на второй карте что-то нам показывать. Как это часто бывает. Execration — это та команда, которая может опять при счете 1-0 начать что-то придумывать. Опять наберет там Магнусов без керри или, в принципе, какой-то пик без керри. Увидят с другой стороны спектру и проиграют. Такое тоже может быть. Ну, на второй карте все равно Execration будет еще большее преимущество, так как будет игра на их сервере. И что я могу сказать? У нас остается только ждать, когда начнется вторая карта. А начнется она очень скоро после небольшой паузы. Субтитры создавал DimaTorzok